Да, уже собралась группа, так что можно начинать. Всех приветствую, я Фред, ведущий вебинар. Обычно у нас будем ждать такую ситуацию, искать какие-то идеи, какие-то паттерны, какие-то техники. Ну, как обычно я представился, включу, а нет, вот презентация здесь. Так, секунду, секунду, переключу на чат. Презентация здесь, как ее переключают? Как ее переключают по страницам? Или тут нет, а, есть, вот. Надеюсь, вы видите, я трейдерный актив, торгую на рынке всем, чем можно торговать регуляцией. Для тех, кто в первый раз, я тут вижу новые имена. Организован этот вебинар Admiral Markets. Предупреждение о рисках я обязан вам показать, потому что регулятор этого требует. Admiral регулированная компания. У нас есть несколько лицензий, самую серьезную лицензию в Европе, британскую лицензию, офисы в Лондоне, офис в Таллине и контакты, на которые вы можете всегда перейти. Трудники очень быстро реагируют на вопросы клиентов. Ну, начнем. Начнем с того, что всех поздравляю. Индекс S&P достиг новой вершины. Продолжение следует... ...заходить против превалирующей тенденции. Многие считали, что 2500 не будет. То есть, я зону, собственно, пока сопротивление не выглядит. И откатился. Пару дня... ...за... 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 ...коррекции, что-то у меня уже... ...тени, а не хвалилки... ...за... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас появился звук? Напишите плюсик, если появился. Да, отлично. Я не знаю, что-то случилось. Он перезагрузился, попросил меня установить плагин и перезагрузился. Точнее, отрубился я его перезагрузил. Так вот, вернемся к S&P. Чем хорош S&P? Он настолько глобальный, объемный индекс, что риска отдельной компании в нем просто нет. Да, большие маржи берут по фьючерсу, по опционам. Ну, там действительно очень большая маржа. Но это не мешает. То есть я на индексе захожу с большим оптимизмом, с меньшим страхом, потому что не надо думать, что случится с отчетностью той или иной компании. И это инструмент, как... ...прахи... В этом смысле очень удобная вещь. Ну, я, конечно, Америке не открыл. Вы все знаете, что такое индекс. Совокупность всех компаний. И отчетности по индексу не бывает. Каких-то форс-мажоров не бывает. Форс-мажор для S&P – это вся Америка. Вот если со всей американской экономикой что-то случится, то будет пары. И наоборот, будет расти, если... ... ... Ну, и день вложили, и я спросился. Минут 15 ... ... ... ... Действительно ли звук исчезает, или это только Владимира? ... Потому что Владимир тоже, в принципе, как у него... ... ... Пишет, что минус. Что же... ... 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 пишут, что звук исчезает. Хорошо. А, стоп, я понял, в чем дело. Я включил, я включил мини-терминал. Вот. Помните, было уже однажды, мы через это проходили. Давайте я метатрейдер закрою и скажите, исчезает ли опять звук. Вот не должен исчезать. Это все мини-терминал, он комплектует. Вот я сейчас все закрыл, вообще метатрейдер закрыл. Должно быть нормально. Вот если будет исчезать, я удивлюсь, мне кажется. Сейчас нормально, да? Окей, хорошо. Значит, все дело было в мини-терминале. Просто я сегодня писал аналитику и нужна была картинка такая хорошая. Я включил мини-терминал и сделал скриншот и остался он так. Позже мы когда вернемся, я снова включу. Так вот, что такое онлайн? Мы будем завтра прям в прямом эфире, пока будет заседание, пока Джанет Елен будет о чем-то говорить, читать сопроводительное письмо, пресс-конференции и так далее. В момент всего этого мы будем обсуждать рынки. Я буду комментировать, что происходит, почему, что пишет. У меня Bloomberg тут есть. Ну, не терминал Bloomberg, а TV Bloomberg. Комментировать движения, смотреть, что можно сделать. Ну, то есть, то же самое, что и мы делаем сами отдельно на живом рынке. Каждый, наверное, включает Bloomberg вот в этот момент, даже в интернете. Или у кого там РБК, у них раньше были передачи про западные рынки, сейчас, не знаю, онлайн делают это или нет. Просто будем это делать все вместе. И я в прямом эфире буду и экран демонстрировать свой, и какие-то комментарии говорить, что она говорит. Ну, то есть, в онлайне. Многим даже не надо будет читать потом в переводе на русский, где-то искать на каких-то сайтах. Эксперимент. Посмотрим, что из этого выйдет. Почему-то мне кажется, что это очень даже интересная вещь. Пятнадцать минут собраться в момент выхода данных, вместе понаблюдать за движениями рынков. И знаете, что хорошо? Когда такое происходит, трейдер памяти сохраняет, так скажем, картинку, ситуацию, понимает, почему так произошло. Вот это и есть опыт. И что такое опыт? Это пережитые нами ситуации, паттерны. Как себя вел рынок, когда было так. Как он себя вел, когда было иначе. Это позволит, наверное, частично сбежать в будущем. Вы не будете, я знаю, когда там раньше такие ходили, когда выступает гринспенд, там доллар растет, когда выступает там кто-то другой, доллар падает. Всякие такие смешные заблуждения не будут вас беспокоить. Стереотипы всякие, глупости рыночные. То есть, у вас будет уже свой опыт пережитый на рынке, обсуждение с кем-то, с трейдером, например, со мной или с группой людей. Вот это и есть опыт. И со временем мы хотим охватить большой круг событий. То есть, не только ставка нон-фармы, каждый нон-фармы встречать в прямом эфире с вами. Что еще у нас там есть из важного? Там ВВП, ставки в Европе, ставки в Британии. Ну, самое-самое важное. То, что на календаре адмирала выделяется красным цветом, вот это и будем обсуждать. Вот, мне кажется, идея очень здравая, интересная. Посмотрим, что из этого выйдет. И я тоже вас, во-первых, приглашаю завтра. Следите, там в новостях будет и время будет. Ну, когда это раз 21 до 15, я просто все время путаю московское время, испанское время, не перестроюсь. Я-то перестроюсь, но забываю, по какому времени я запомнил то или иное событие. Уже в Ютьюбе есть, так сказать, в ожидании прямой эфир. Осталось только дождаться времени, и я подключусь, и вам придет ссылка. Подключитесь, будем смотреть, посмотрим, как это выглядит. Окей, идем дальше. Этот трейдер я закрыл, но его придется рано или поздно открыть. Сейчас я выключу мини-терминал, я включаю мета-трейдер. Если что-то где-то будет пропадать, вы как бы не переживайте, мы все исправим. Сейчас я закрою свои все терминалы, которые мешают. Нам съедают и ОЗУ, и интернет. Просто сейчас я не совсем у себя дома, в стандартной обстановке, где я перед мониторами со своим интернетом, извиняюсь, высокой скоростью могу все это делать. Поэтому, возможно, немножко из-за этих условий, и включая этот мини-терминал, произошли такие сборы, назовем. Итак, все, я выключаю, переключаюсь на, да, это трейдер, секундочку, загрузка. Из идей, конечно, особо не кишит рынок прям хорошими идеями, линиями. Но я заметил, что по некоторым инструментам ситуация дает заработать. Что я называю ситуацией? Вот просто угадайка. Наверное, те, кто меня слушает давно, общается со мной, знают, что я не люблю угадайки. Если нет такой железной идеи, например, парный трейдинг. Хорошая вещь. Железная есть идея на расхождение спредов вставать в сторону его сближения. И наоборот, на сближение вставать на расхождение, если исторически он был широким. Так вот, просто угадывать, просто ловить движение практически с 50% вероятности, а не мое. Мое что? Мое, если есть какая-то идея рабочая, которая работала раньше, исторически вам она нравится, парный трейдинг, ну или же опционы, где можно ошибиться и при этом оставаться в плюсе. Так вот, сейчас на парном трейдинге, сейчас загрузится метатрейдер, я вам покажу, спреды, когда я вставал против них, помните, мы ввели вебинар, и спред был 6,5 долларов на WTI и Brent. Это выходило за рамки вообще всех разумных ситуаций, да, спредов. Никогда такого не было, ну, по крайней мере, давно такого не было, никогда нельзя сказать, давно такого не было. Я решил, что спред будет сужаться, вставок. Сейчас вам покажу, что произошло. Конечно, не сильно, не сильно он сжался обратно, но тенденция к тому, что, скорее всего, его эта анормальная ситуация с широким спредом дает, нивелируется. Вот этот широкий спред, он уже, скорее всего, не актуален, и мы медленно будем сужаться. Ураганы прошли, спрос на нефть, или точнее, невозможность поставить эту нефть, выгрузить ее в портах, из-за чего и был создан дефицит, давно у тебя прошел. Вот что, наверное, сейчас мы вернемся в район. Знаете, какой был спред исторически, ну, за последний год? Кто-нибудь помнит из тех, кто был на курсе парного трейдинга, да, или слышал? Я говорил об этом, спред между WTI и Brent'ом был 2 доллара 30 центов в среднем, там, 2.10, 2.20, 2.40 и доходил до 6.5. То есть, можно взять 4 доллара 12 центов. На одном лоте это 4.120 долларов. На схождение вот этого спреда можно вернуть обратно 4 доллара излишества и заработать на одном лоте 4.000. А если нет, ну, какие там риски? Окей, спред расширяется дальше, дошел он до 7 долларов, до 8, до 10. Ну, хорошо, если он дойдет до 10, а это рекорд рекордов, это просто космос, то вы потеряете как раз эти 4. То есть, ради того, чтобы заработать 4, мы можем рискнуть этими четырьмя. На пол лота 2, на 0.1 400. Ну, то есть, я не говорю, что это именно такая большая сумма должна быть. Так, секунду, я выхожу, снова вхожу, не уходите, пожалуйста, тут просто все глючит. Я закрою и открою, должны исправиться. Спасибо. 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 Да, хорошая новость. Григорий пишет, что он торгует в плюс. Григорий, скажите, на чем вы торгуете? Что вот самый любимый ваш инструмент и метод торговли? Пока еще мета-трейдер немножко отключемся. А вот какие менее рискованные, это да, здесь может ответить, хоть как-то ответить на этот вопрос. Так, бара, иена, фунт, доллар, окей. Промерочные выберем, знаете, какой метод, это уже, конечно, не знаете, какой метод, лучше все-таки знать, потому что получается плюс, какой, да, имеет, может быть, отчасти случайный характер. И случайный не потому, что повезло, а потому что четкой стратегии нет, завтра ситуация на рынке изменится, вы не сможете подогнать свою стратегию, если вы не знаете. Или я не так понял, я сам не знаю метод. Ну вот да, вы так написали, я сам не знаю метод. Хорошо, ладно. Ну, по крайней мере, я о своем расскажу вкратце, пока тут Synco Swing грузится. И еще я обещал, точнее, я не обещал, я хотел на курсе это сделать, но мне не терпится, хочется вам что-то полезное рассказать, поэтому я сейчас покажу вам, на какой еще платформе можно смотреть спреды. Вот я ее вписываю сюда и потом трейд. Скину вам сейчас ссылку. Вот здесь по этому ресурсу вы можете смотреть спреды между двумя инструментами, практически любыми. Вот это, наверное, об этом сайте. Это такой независимый портал, который сотрудничает со многими брокерами, там они иногда какие-то возможности на нем можно делать. Там можно ввести аккаунт свой, зарегистрироваться, есть тоже платный вариант, версия бесплатная. Но без регистрации мало что доступно. То есть, в принципе, там можно регистрироваться и бесплатно, но, в общем-то, регистрироваться. Вот, например, бренд. Давайте найдем бренд. Сейчас включаю экран. Наверное, вы не видите экран. Сейчас. Спред. Просто еще раз повторюсь, я хотел это оставить для курса вебинара, чтобы привлечь больше людей туда. Но не стал я этого делать. Ну, мне не жалко. Покажу, а кто захочет вебинар, тот придет. Итак, да, должен быть в виде экрана. Напишите плюс, если вы видите сейчас именно tradingview. А я сейчас использую бренд. с rating. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует... Сейчас я найду это сообщение и напрямую открою эту ссылку. Секунду. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. В скайпе писал об этом. Где он? Александр... Держи Дмитрий. Давайте в поиске напишу. Дмитрий... Да, нашел. И... Ах, нет, он в нашем чате это писал. В нашем общем... Options чате. Сейчас я зайду и оттуда открою ссылку, чтобы... Как-то там хитро надо с тикерами писать такие тикеры, которые... Вот, как бы... Options... Options... И так... TradingView... Вот, я нашел. Я нашел. И даю вам прямую ссылку. Вот она. Откройте и скажите, пожалуйста, у вас тоже открылась вот прямо прямая ссылка на этот спред. Вот у меня открылась. Видите? Уже в этом коде вписано, в этом коде уже есть эти тикеры. Бренд и... У тебя, видите, у меня показывает 5,57. Скажите, показывает ли у вас тоже 5,57 спред. Да? Ровно эта цифра. Ну, может меняться, потому что 5,58 уже. Видите, на 6% упал этот спред. То есть, он был 6 с чем-то. И сейчас 5,54 уже. О, на целых 4 цента спред сузился. 5,55. Да, хорошо. Все работает вживую. Так вот. Вот он. Этот спред. Ничего для этого не нужно. По этой прямой ссылке вы кликаете. Уже вот здесь, видите, вписано. BR1, восклицательный знак. Минус CL1, восклицательный знак. Daily. Moex. То есть, это те, которые на московской бирже, видимо, торгуются. Но не важно. Сейчас он попросит залогиниться. У меня логина нет. Скрыть. Вот это видно. Видите, было 6,50 с чем-то. 6,65, 6,69 было. И мы сейчас вернулись. Вот у меня в системе был открыт трейд на сужение спреда. Правда, я не на пике открыл. Вот здесь я открыл. Помните, даже вебинар у нас был. Дали скачок. Шип. Развернулись. И здесь я открыл. Сейчас мы чуть-чуть ниже. Так вот, вот он потенциал. Вот смотрите, я вам говорил, что 2,38, 2 с чем-то было. Видите, долгое время спред был вот в этом районе. 2,60, 2,50 пускай будет. Хотя еще раньше, в прошлом году, осенью, он был доллар с чем-то. Доллар 50. Видите. Потом расширился. Можно было здесь шипы ловить. И вот на прошлой неделе этот шип достиг 6,50. Надеюсь, что со временем спред снова сойдется. Потому что для него это нормальный такой режим. 2,5, ну 3 хорошо доллара. Иногда 4, но не 6,50. И вот у меня в MetaTrader стоит сделка. Я при вас еще делал. Но пока она ничего не принесла. Принесла совсем мало. Копейки. Посмотрим, что будет. А я к тому, что ураганы прошли. Вся эта ситуация, когда спрос страдал. И нефть никто не... Да, это график спреда, Григорий. Невозможно было эту нефть, так сказать, загрузить. Она лежала еще где-то. Поэтому цена падала. В это же время бренд вырос. У бренд такой проблемы не было. Хотя, конечно же, ожидалось, что наоборот будет. Что WTI из-за ураганов будет страдать. А вот нет. Танки не могли заехать, заплыть в залив. Мексиканский забрать нефть. Вот и получилось, что ее было слишком много. И WTI упал в цене. Но какая разница? На самом деле никакой разницы, что с фундаментальной точки зрения произошло. Есть программа TradingView. Не надо даже какие-то скачивать Thinkorswim. Кстати, кто будет скачивать Thinkorswim, который я показывал много раз, наверное, повторюсь, заходите в сингапурский Thinkorswim. И он такой более надежный, дольше. Не надо какие-то нумера левые указывать. То есть лучше через Thinkorswim.singapur. В гугле прям вбить, и он даст вам лайк на эту брокерскую компанию, которую он называет. А можно и просто в ссылку. Я вам дал прям ссылку на проект бренд. Так вот. Какая разница, что произошло? Важно только то, что действительно этот проект разница давно не было. Никогда не было. Давно не было. Главное иметь визуализацию. Ну и мы будем все это разбирать на глазах. Чтобы у вас была визуализация, вы понимали. Да, вот она типичная ситуация. Это нетипичная ситуация. Вставать в сторону типичной типилизации. Такой ситуации, когда она будет из нетипичной стремиться в типичную. Вот и все. Вот вам и еще вопросы. Так. График спорта означает sell по нефти. Нет, Григорий, там два сорта нефти. Кстати, этот график означает sell по бренду и buy по WTI. Сок парного трейдинга. Вы не несете риска движения цены на нефть. Вам все равно, куда пойдет товар в общем товар. Не тот или иной сорт нефти. Надо объяснять, что WTI в Америке, а бренд торгуется на так называемых интернет-экшенжерах. Так что все равно, что будет происходить с товаром под названием золото. Важно только то, что один сорт нефти неожиданно, или обоснованно, но локально, из-за спроса, предложения. Взлетел, а второй нет. Или один пал, а второй нет. Вот против этой разницы, в данном случае против вот этого движения вверх, мы продаем первую часть пары, а у нас на первом месте бренд. Видите, бренд минус WTI CL1. Продаем первую часть и покупаем вторую. Пойдет мне вверх на одинаковую величину, мы ничего не потеряем, ничего не зарабатываем. Вниз тоже, там sell, тут buy. А вот если один пойдет вниз, а второй не будет идти вниз, как и было, то есть восстановится тот уровень спрена, который был до трех, трех с половиной, до двух, а еще лучше вообще до полтора, а еще лучше там до единицы, то мы заработаем, ну, очень много, 6.50 и, ну, допустим, возьмем 1.50. Было же недавно 1.50, в июле, почти в августе, да, было. 5 долларов чистыми можно взять вот разницу, то есть 5 тысяч долларов на одном барреле. А вот тут новости есть, видите, да, здесь цены на ночь возобновили снижение в ожидании данных по запасам в США. Prime, скорее всего, это откуда-то из инвестопедии или там, как этот сайт называется, инвестопедия, 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 это investing, да, Comptaching, ну, RUM тоже может быть есть. Так, окей, это была такая короткая информация по спреду, то есть мы ищем сигналы, у нас задача на каждом вебинаре ловить сигналы. Сегодняшний сигнал, на мой взгляд, уже сработал. Стал нам все-то... Нет, может опять будет органов... Еще что-то может быть. Но вот эта история, похоже, что подходит к логическому концу, выше будет... Больше у меня будет... Желать снова сел бренда, YWTI и дождаться ухода стабилизации. Что, знаете, что часто происходит с трейдерами, которые вот находят хорошие сигналы... Сейчас я объясню, Ирина, Григорий, мы, конечно, пытаемся... Мне не жалко. Я не то чтобы все храню для курса и специально вас толкаю. Нет, абсолютно. У меня, в общем-то, с этим нет никаких проблем. Чем проще будет вам торговать, чем довольнее вы будете от вебинара, мне будет приятнее. Я все-таки скажу, что это, как расшифровать мои слова, но будьте готовы, что все-таки мы еле-еле в 6 часов укладываемся, объясняя, как парным трейдингом заниматься. Сейчас очень быстро будет сложно. Но я начну все-таки. Значит, идея вот какая. Есть два сорта нефти. Вот я их напишу, да. Бренд. Бренд. И TI. Два сорта. Они обычно котируют, ходят... Там нефти. И TI тоже... Потом они что-то упали, запасы... Ну, обычная жизнь обычного инструмента. Вдруг неожиданно случилось следующее. Сначала... Стали сползать с океанной штаты. Вызвали сильные ветры. Нефтяные компании стали эвакуировать свободники, закрывать временное месторождение. И... Ну, это не сильно ударило по нефтяной отрасли, потому что, ну, не массово было. Они знали, они и предупреждены были, что будут ураганы. Поэтому такого панического закрытия месторождений не было. То есть чуть меньше упали. Чуть меньше стали добыча и возможности поставки. Но... С другой стороны... Фрахт... Вот логистика, которая забирала бы эту нефть, которая чуть меньше стала добываться. Она вообще не давала, правда, с тем, чтобы забрать эту нефть. Поэтому нефть накопилась... В определенных там регионах, там, в Кушине еще где-то. И из-за ураганов ее не могли забрать. То есть ее было много. Я бы у тебя... Это нефть. Бренд... Нет ураганов. Там вот проблемы, когда не могут забрать танк кераминефти, она вот лежит, ее много-много-много и цена падает. Такого не было. Поэтому бренд оставался на месте или даже рос. И мы получили следующую картину. Бренд вырос, вот, по сравнению с WTI. Здесь же разница, да? Бренд минус WTI. Бренд минус WTI, вот этот вот спред вырос. Идея очень простая. Это форс-мажор. Все вернется в круги своя. Все будет нормально. Ну, дай бог, ураган имеет привычку заканчиваться. Рассосется. Снова порты будут рабочие. К ним можно будет подплывать, забирать. Эту нефть рано или поздно заберут. Ну, а значит, спред вернет обратно. Ну, давайте это использовать. Спред будет таким анормальным. Несколько месяцев, там, или лет, или даже недель. Может, конечно, это все менее-менее невероятно. И все. Мы взяли. Sell. Сделали. Бренд. Не важно, что здесь 6. Вот просто зашли на бренд. Вот у вас есть MetaTrader, да? Сейчас я не буду открывать. Опять все вырубится. Я в конце открою. Зашли в MetaTrader и взяли вручную. Ну, ладно, давайте открою. А то как показывать, не говоря о том, что это. Зашли в MetaTrader. Покажу вам. Я уже это сделал. И... Так, подождем, пока откроется. Этот Reader. Секунду. Вот бы не включил этот мини-терминал, не дай бог. Я проверю, он включен или нет. Вроде не включен. Не пропал ли мой звук? Вот не дай бог сейчас услышать от вас, что все пропало. Звук пропадает. Вы держите меня в курсе. Пишите чаще. Да. Спасибо, Владимир. Спасибо, Ирина. Пишите чаще, чтобы я знал, что ничего не пропало. И в MetaTrader покажу, что я сделал. Много сделок было. Видите. Sell. Сейчас переключусь. Вот он, да, вот это не смотрите, это пока висит. И... WTI buy 10 контрактов. Brand sell 10 контрактов. WTI buy 10 контрактов. Brand sell. Два раза одно и то же, чтобы 20 контрактов было. Я два раза заходил. Видите, сейчас разницы нет, 1570 приносит, 1550 отнимает, даже в плюс, 30 долларов в плюс, но эти свапы, вот в 240 списывают, 140 начисляют, 100 долларов тут, 200 долларов у меня отняла эта позиция, потому что свапы отданы больше, чем свапы приняты. Так вот, я что сделал, я делал Sell Brand 10 контрактов и Buy WTI, вот если рассматривать вот эту вот конструкцию, Buy WTI по той цене, которая была 48,08 и Sell Brand 53,80, видите, Райт Скай была 5,7, 48,08 минус 53,80 это 5,7, вот такой был спект, сейчас он тоже 5,7, вот почему цифры здесь походы, видите, плюс и минус, они равны. Так. Так, ну, надеюсь, объяснил. Хорошо, собственно, торговля вот в таком ключе, торговля предполагает, а если бы наоборот было, если бы спред рухнул бы вниз очень сильно, вот допустим, как вот здесь, да, минус 0,90, тогда бы мы бренд купили, WTI продали, и когда пара вернулась бы обратно, мы бы заработали. Ну, в общем, мы сейчас время на это тратить не будем, потому что или я смог объяснить, и вы будете сами как-то стараться это использовать, или нам потребуется очень много, видите, 10%, 5,30 уже, ох, как хорошо пошло, мы только что были, было там 5,65 или сколько-то, 5,30, видите, валится спред, именно спред валится, то есть бренд дешевеет, WTI не так сильно дешевеет. Сейчас я переключусь, а то у меня метатрейдер. Хороший вопрос, в каком случае я закрою? Я закрою, когда эта цифра, бренд минус WTI достигнет хотя бы уровня, там, я не знаю, ну, 3,50, вот, видите, верхняя планка вот этого среднего диапазона, вот он, средний диапазон между 3,50 и 1,5. Ну, хотя бы до верхнего, видите, почему я открывал два? Я открыл, видите, два разных, две разные конструкции, сначала одну, потом другую, ну, то есть одно и то же, 10 лотов бай одного, сел другого, и 10 лотов бай одного, сел другого. Так вот, я сначала закрою один, одну пару, где-нибудь на 3,50, на 4, а потом закрою вторую, ну, диверсифицируюсь, то есть не буду выходить за раз, а буду выходить в два раза, как бы сначала закрыв одну прибыльную позицию и не спеша закрыв другую в районе, там, 3 доллара, 2,50, если мы уйдем вниз. Так что в этом смысле всегда делайте, всегда открывайтесь в два раза, чтобы частично закрываться в том числе. Частично открылись, частично открылись, вот парный трейдинг в таком виде, он просто прекрасен. Ну и терпение, терпение ждать. Хорошо, мы говорили о комод, то есть у нас задача сейчас на этом вебинаре, несколько все-таки сигналов найти, один я уже вам подсказал, работает он уже, точнее сигнал был дан на вход давно, а сейчас уже потихоньку время присматривается к закрытию этого, этой конструкции. Уже можно думать вот в этом направлении, что скоро придется хотя бы частично его закрыть. Итак, идем дальше, что у нас тут есть. S&P, понятно, 2056. 200. Телекор. Цифра. Очень сильно начал расти, коснувшись уровня 666. Может опять мы увидим 666, ну хотя бы в конце. Но делать все-таки нечего. Так, секунду. Дальше. Фунт, да. С фунтом тоже уже поздновато заходить. Посмотрите, какой хороший рост был. Такой драйвер на рынке был. Мы его давно ждали, о фундаментале сейчас даже говорить не стоит. Сто раз обсуждали, что инфляция, инфляция, ВВП, ВВП. Банк Англии тупит. Рынок об этом думает. Дисконтирует в котировке фунта. И вот наконец случилось. Он разозлился, так скажем, рынок и улетел на 1,36. Поняв, что при такой инфляции в 3%, почти 3%, Банк Англии держать ставку на прежнем уровне не будет. Потому что целевой уровень 2%, а уже 3%. То есть придется повысить. Мало того, рано или поздно Банк Англии должен был повысить след за ФРС, потому что там закончилось, Brexit закончился, проблем нет. А тут еще и инфляция. То есть сам Бог велел взять и ставку хотя бы один раз повысить. И вот фунт отыграл эту новость. Мы о ней говорили. Так что все, что оставалось, в нужный момент зайти на 1,28 купить фунта. Я не смог продать никого, ничего сделать не смог, ликвидность ужасная. Или у моего брокера такая. Ну на фунте вроде раньше нормальные времена были, а сейчас все никак. Ставишь спред, входишь между спредом, допустим, 0,017 покупка, 0,027, 0,024 продажа, ставишь 0,023 не берут, 0,022 не берут, 21 не берут, 20 тоже копейки, думаешь, я за 0,024 еле соглашался продавать, а тут вообще 0,022. Вот так. То есть в фунт-ом сейчас делать нечего. Если будет коррекция в районе 1,32-1,33, где-то здесь можно все-таки его прикупить. Не думаю, что прям рынок сегодня был быком и буквально завтра будет медведем. Ставки не будут понижать точно, на месте оставят ну один раз, два раза. Так что тут фунту уже, сам Бог велел, не избежать роста фунта, да, от уровня 1,32-1,33, если такие будут, таковые уровни будут, то самое время брать, потому что куда-то сильно вниз к фунту уже как-то уже не те времена, вот не те времена, ввиду всех этих событий. Евро, обратите внимание, как хорошо котируется. Вот, значит, пишут, Григорий пишет, подождите, нет, еще выше, Виктория минус поставила, Виктория, а почему поставили минус? Наверное, только у вас не слышно, мне кажется, у всех все слышно. Да, ребята, у всех же все слышно, только Виктория не тут сам, да, у всех слышно. Так, что пишет Григорий? Точно знаю, если фунт-доллар расширяет ближе к вечеру и ночью спать, сильно расширяет, точно будет бай. Я, конечно, не понял, еще раз точно знаю, если фунт-доллар расширяет ближе к вечеру и ночью. Фраза, конечно, интересная, Григорий, ближе к вечеру и ночью. Окей. GBP-GPI пишет, Николай, ох, шальная пара, Николай, как вы ее торгуете, мне бы страшно было. Фунт-иена одна из самых шальных пар, там просто она гулять может так, что не то, что депозит, без трусов можно остаться. Так, Владимир пишет, что прогнозирует 1,38. Ну, мало осталось на самом деле до 1,38. Что там у нас, уровни есть какие-то? Я все равно не стал бы заходить, но уже все, уже дали заработать. Поздно. Просто никогда не захожу в то, что уже дало заработать, причем и я это видел. Есть вероятность, что я натворил много ошибок. Видел, что будет рост, но, допустим, не зашел. Вот я не зашел, честно признаюсь, ни в колок, нигде не зашел. Ну и все, что теперь делать? Догонять рынок, бить его по затылку, что почему-то меня не позвал и ушел. Я теперь вслед за тобой бегу за тобой. Ну, такой вот рынок, он не зовет никогда. Отчетливо никогда не скажет, заходи, покупай. Так что не успели, не смогли, ну, бывает. Инструментов очень много, мне тут выделили там десятки, сотни торгуются. Так, Владимир по золоту спрашивает. Давайте посмотрим, что по золоту. Ну, как разворот? Я бы так сказал, что никто не знает, насколько это разворот. Сейчас, секунду. Насколько это разворот, никто не знает. А то, что золото хорошенько, уже почти до уровней 1300 откорректировалось, вот это факт. Мне кажется, если вы бык по золоту, если считаете, что, ну, кто может быть быком по золоту? Те, кто действительно видят эту инфляцию и считают ее чрезмерной, а это, наверное, любой разумный макроаналитик должен видеть инфляцию высокой. Те, кто считают, что геополитическая ситуация нисколько не нивелирована, напряженность, нисколько не иссякли эти риски. Северная Корея, Штаты, да, они обменялись всякими неприятными угрозами, но буквально позавчера, или когда это было, Северная Корея снова испытала прямо у границ с Японией ракеты. Так что все продолжается, может, только начинается. И вот все, кто считает, что все впереди, и эти факторы все-таки не могут прямо здесь взять, развернуть золото, самое время прикупить. Ну, давайте еще один сигнал технически. Я, конечно, давно золотом вот таком спор-виде не занимался, но технически еще один сигнал в районе 1300 прикупиться, хороший уровень поддержки там проходит. Ну, у меня показывают 1296, но я думаю, хорошему 1300, 1301, 1302. Где-то там можно. Откуда ставишь вопрос? Тут много версий, тут много версий, не буду даже перечислять. Пробой восходящего тренда, вот уже он случается, да, вот в марши 200 канал, уже все пропало. Пробой вот этого канала, который можно назвать каналом, да. Ну, вот я думаю, что 1270-180 хороший уровень уж точно закупаться. Если с первого раза у вас не получилось, то со второго раза можно сделать там. Опять же, золоту выгодна высокая инфляция, золоту выгодны риски геополитические во всем мире, золоту выгодно, что еще выгодно золоту? Хаос, да, паника. Ну, такого хаоса прям нет, но все может быть. Что еще у нас, секунду, вернусь в чат. Так, я потерял, вы так быстро пишете, это, конечно, хорошо, меня радует. Сейчас я вернусь и посмотрю, кто что пишет. Значит, НЗД Кат, Альвис пишет, Новозеландец, Канада, предстоит смена тренда или отскок трендовой линии, как вы думаете. Давайте посмотрим. НЗД Канадец, Новозеландский доллар Канадец. Какую пару еще, еще надо найти эту пару, НЗД Кат, так как я никогда, наверное, даже не видел график Новозеландца против Канадца, поэтому вот прямо с нуля мне придется открыть график. Так, он где-то наверху. НЗД Кат. Да, вот он, 08779. Открываем новый чарт. Ctrl-G, убираем сетку. Я ненавижу эту сетку. У нас создает ощущение, что какая-то там линия поддержки проходит. Как обычно, начинаем с weekly. Начинаем с weekly. Что ж такое? Секунду. А где у нас Метатрейдер? Я не вижу Метатрейдер. Андрей, глубоком убытке сидеть на ней не очень хорошо. Я сам, конечно, такой тоже частенько в эти глубокие убытки попадаю, но это не очень хорошо. Все-таки частично хотя бы закройте позицию. Ну, мизер какой-то, малую часть. Так, вот он НЗД Кат. Новозеландский доллар против канадского. Weekly, то есть такой глобальный. Даже сузим немного. Что я вижу? Тут тренды были неплохие. Сейчас, line studies. Тренды были неплохие. Вот какой красивейший тренд. Ну, просто сказка. А потом был испорчен. Вот здесь он пока рос. Очень красивый был тренд. И я вижу, что мы действительно пробили. Вот. Вот этот тренд. И просто валимся. Как вода из-под крана. А покупать бы она не стала, потому что дна вообще нет. Что вы писали? Смена тренда или отскок от трендовой линии, как вы думаете? Ну, технически я так вот с этой парой не знаком. Технически мне кажется, что уже, да, действительно разворот тренда произошел. С восьмого года он рос. Weekly. Это факт, что, скорее всего, тренд уже не восходящий. Но это не значит, что нужно брать, где попало, что попало. 0.8970 не самый лучший уровень. Хорошо бы дождаться отскока вот в эту сторону. Секунду я сделаю так, чтобы график уменьшился. Ненавижу, куда он впритык прямо там находится. Сейчас я нажму вот это. Да, вот. Скорее всего, хорошо было бы дождаться ухода там куда-нибудь. Вот сейчас он будет корректироваться. Вот сюда куда-нибудь. 1.93. 0.93. И оттуда уже в третьей попытке встать в шорт, думая, что мы можем, в надежде, что мы можем идти в 0.75. А это уже сегодня 20%. Окей. Я бы ждал. Делать уже нечего. Никаких покупок на жизнь не ловим. Да и для продаж рано. Ждем, пока рынок нам даст возможность зайти в хорошем месте, в более интересном. Чтобы стоп-лост был не таким большим. Что еще у нас? Что по золоту? Разворот не скажу, но есть уровни, где лучше брать и ставить близкий стоп-лост. Мы уже об этом говорили, Владимир. Только что. Входы. Посмотрим. По графикам пройдемся. Может и будут. И Андрей Кадетский пишет. Поехали перед него в стопы. Сижу в глубоком убытке, но весь вернется вниз. Ну вот я уже сказал, что лучше так не сделать. Дальше. Считайте коррекция. Владимир, я связь потерял. Коррекция где? Если в золоте. Не знаю. Вы знаете, часто я общаюсь с спот-трейдерами. Именно с спот-трейдерами. На рынке спот. Это форекс, это акции. Ловлю себя на мысли, что я давным-давно перестал рассматривать рынки с точки зрения угадывания один в один. Часто я говорю, не знаю, куда пойдет. И это нормально. Важно понять, что тренд по графическим каким-то параметрам, по там, да хоть полновым, что смена тренда пока не состоялась. Скорее всего мы еще в тренде. Ну а если так, каждое касание линии я буду использовать для покупок. Каждое касание снизу вверх для продаж. Вот и все. То есть не надо все время пытаться какое-то мнение свое составить, сверять с фундаменталом, глобальные мысли какие-то. Вот картинка, вот тренд. Возможно, это а. Вот этот разворот и б. Отсутствие его и продолжение тренда. Ну и все. Сидим, ждем, когда цена приближается к идеальной точке, касается с линией. Не близко, а именно коснулась. Все. Сигнал. И заходим в том направлении, в котором нас учат тот или иной анализ. Например, если это пробой линии канала, то это сейл. Если это отскок от этой линии, то это бай. Ну и так далее. Поэтому вот и вам советую, не надо вот так досконально пытаться убедиться в том, что тренд действительно такой. Все методы рассматривать. Они могут так противоречить, что ничем хорошим это не закончится. Ставить гипотезы. Вот у меня ключевое слово, которое я люблю в анализе, это ставить гипотезы. Да, часть из них правдоподобна, часть из них обусловлена чем-то, часть из них действительно и реализуется именно в ту сторону, в которую мы смотрим. А часть просто какие-то имеют ложные паттерны, ложные пробои. Всего лишь часть трейдеров методом, так сказать, приближения вдруг почему-то себя убедили, что вот это и есть та или иная фигура, тот или иной пробой. Хорошо. В цифрах будет меньше, потому что вы уменьшили позицию там, я не знаю, в 10 раз, а 100 плюс всего там в 2-3. Так, Игорь говорит, что нужно еще раз что-то посмотреть, я не помню, что. Игорь, напишите, что мне надо посмотреть, потому что мы до этого много смотрели с этих графиков. Вот Андрей пишет, что вероятно были новости из DGPI, ну и все, смотрите, пожалуйста, в Канаде. А, нет, там еще предложения есть. Как вы видите фундамент по австралийце? Я читал, что возможно Банк Австралии поставит в Канаде и поднимет ставки. Игорь, я прошу прощения, все время говорю, буду заниматься Австралией, но вот не готов ответить на этот вопрос. Конкретно по Резервному банку Австралии я даже не знаю никаких идей, но, наконец, последний раз я скажу и сделаю, пообещаю и сделаю, буквально через несколько дней даже, в конце недели, я буду писать подкасты голосовые и там рассматривать все вот эти ключевые моменты по всем регионам, глобальные. Не для трейдеров столько, сколько для людей из институционных рынков. И, надеюсь, после этого я в подкастах буду рассматривать такие вот отдаленные экзотические валюты, хотя какая-то экзотика австралийца, и какие-то находить сигналы. Вот, в соответствующий раз мы будем это делать, ну, наверное, точно, дай бог, всем сил, точно. Так, Алис пишет Daily Trend, не шедущий, а на восходящий. Это, наверное, по поводу GBP-CAD, да, он пишет. Почему мне не нравится GBP-GPI? Ну, во-первых, шаг вправо, шаг вправо, шаг вправо, и уже расстрел, нету депозита. Ну, очень шальная пара. Хорошо, если вы вошли в тренд, поймали там 100-200 пунктов, поставили трейлинг стоп на 30-40 пунктов, 50, хотя это мало, на 100, и спокойно сидите, ждете, пока цена будет загнана в нужный угол. Вот, купили, допустим, акцию, она растет медленно, и вы ничего не трогаете, даже стоп-лоссы не подтягиваете, сидите, ждете. Сейчас, где это было? Да, а вот GBP-GPI, секунду, я же запутался, что я хотел сказать. GBP-GPI очень шальная пара, и можно немного ошибиться, войти не так, как нужно, немножечко поздно, с запозданием. На малейшем, там, не знаю, развороте, на малейшей попытке как-то, не знаю, скорректироваться, можно потерять все. Пункт там стоит, правда, не так, как в долларе, чуть меньше, да, по-моему, стоит 0,8, что ли, стоит. Но это очень шальная пара, ну, не люблю я такие шальные пары. Вообще, по мне, идеально это ничего не угадывать, сидеть, ставить на то, куда не пойдет курс, как я делаю на опционах. А угадай-ка, это очень неблагодарное дело. Про газ, о, давайте газ, вот Игорь хорошо напомнил, часто я использую в трейдинге газ. Не знаю, почему другие этого не делают. Вот, когда сейчас все начнут делать, выяснится, что газ перестал ходить технично. Ну, что мы видим, смотрите, перевернутая голова и плечи, идеальная просто, видите. Видите, плечо, голова, еще там плечи, линия шеи, перевернутая же, да, линия шеи, вот. И, наконец, ба-бах, пробили, ушли. Еще можем даже уйти, говорят, на уровень головы, да, можем уйти. То есть, 2.80, 3.10, 30 центов, то есть, 3.10, 3.40. Вот куда-то сюда можем уйти. Хорошо он корректируется, вот на 3.10 можно взять со стопом близким. Ну, как близким, там, центов 10. Да, центов 10, это уже нормально близкий стоп. Так что, да, Игорь, есть хороший сигнал в сторону продолжения тренда. Так, Григорий пишет привычка, Алвис пишет на ZD-CAD, но мы его рассматривали, по-моему, Алвис на ZD-CAD мы рассматривали. Только что ждем разворота вверх и касания USD-GPI. Да, кстати, USD-GPI. Сейчас гляну, где он у меня, USD-GPI. Был же он у меня, USD-GPI, наверное, в конце списка. Так, смотрим, в конце списка, скорее всего. И сейчас я его найду. Сейчас я его найду. Да, к нефти еще вернемся, не забудьте. Не вижу. Я не вижу USD-GPI, конечно же, не вижу. Или я его удалил, так как не использую. Где-то надо закрыть. Мини-терминал. Во всю грудь. Хорошая была степень. Помните, мы уже линию. Я поступил на линию, я посмотрел, открыто у вас. Да, он оттопнулся от линии 107. Вот этот вот шпик. Увидел его как зону поддержки. Вот это игнорировал, хотя мощная была зона. Несколько месяцев продолжающаяся пробил. И одним шипом коснулся. Часто так бывает. Рынок пробивает какие-то уровни. Все думают, ну все, сейчас поварится. Он изо всех сил дотягивает до какого-то еще одного уровня, который казался относительно фантастическим таким. И оттуда уже улетает. Вот почему, например, я редко слушаю, когда клиенты просят меня закрыться, потому что паника. Я замечал, что почти всегда, когда мы на каких-то просадках сидим, например, было там 100, сделали 110 на клиентском счету, упали снова до 105, они начинают паниковать. Вот у нас были 10 тысяч, а сейчас осталось 5 прибыли. Может быть закрыть, вот она синица в руке же была. Зачем ждать журавля? Раньше я прислушивался, думал, ну да, как можно половину потеряли. То сейчас я просто игнорирую, потому что всегда максимальная точка паники клиентов, максимальный момент, когда клиенты паникуют, совпадает с дном рынка. Вот она есть до GPR, произошло то же самое. То есть в следующий раз, когда клиенты будут паниковать, все мне писать, звонить, что ой, маленькая просадка и все такое, я буду игнорировать, что я и делаю, потому что всегда их паника, их желание закрыться и убежать приходится на самое дно или на самый пик. Это просто, я не знаю, уже аксиома, я видел много раз. Вот с US DGPR произошло то же самое. Ну поздновато, наверное, уже что-то делать, можно дождаться коррекции, снова купить, допустим, 50% от этого роста. 107-111, 50% это 109. Дождаться 109 и на втором росте вверх купить. Кстати, это рост доллара, да, будет. Если что, то мы должны и по евро увидеть падение, там, ну может быть и по фунту, по фунту в меньшей степени. Меньше всего я жду падение GBP против USD. Вот это самое меньшее, что может быть. Сильное падение. На втором месте евро. Думаю, что все-таки будет коррекция, слишком долго мы ждали. Среда завтра хороший повод. И в октябре ставки в еврозоне. Марио Драги нам обещал много-много-много интересного. Окей, у нас время подходит к концу, поэтому нужно быстренько. Да, дали тренд и нисходящий, наверное, нисходящий или отскок, комментарий. А, я уже сказал, да, USDGPI. Фундаментально не скажу, там по ставкам все тухло было, минус 0,1, минус 0,1. А я бы дождался 111, 109, 50% и только тогда бы зашел. Потому что сейчас он очень высоко. Вы имеете такой риск купить где-то наверху и даже с продолжающимся трендом все-таки оказаться в убытках. Так, по price action все-таки думаю, евро пойдет вниз. Андрей, я price action, я даже не знаю, как это работает. Вот поэтому я пас. Я пас. Волны и price action это не мое. Price action это есть роман у нас. Вот с ним поговорите. Он как раз с этим методом занимается. Я просто в нем не разбираюсь. Не то, чтобы не уважаю, нет, я просто не сталкивался с ним. Как-нибудь надо изучить, попросить романа или поучаствовать на его вебинаре. Все, времени нет. Так что это к роману. GPI я уже сказал. Сигнал рельса называется. О, кстати, где сигнал рельса называется, Григорий? А скажите, пожалуйста, на каком инструменте я запомню. Что-то я не слыхал. Но вот интересно, если есть такой сигнал рельсы. Или вы вот так назвали. Но название интересное. Долл-арьена, да? Ну да, вот рельсы, кстати. Да, запомню. Вообще-то я называл нисходящий треугольник. Но вот если вот так вот сделать, как рельсы, то будут рельсы. А, почему-то он не копирует. Ну ладно. Ну, в общем, пускай будет так. И у нас доллар-иена было. Динап или не мое. И про BMW. Посмотрим, что с BMW происходит. Как вы помните, все эти скандалы всякие, то, что они подделывают, то, что делал Volkswagen. Вроде прошли 76, 84. Вот то же самое. Хорошую бы дали коррекцию. 2-3 доллара. С удовольствием бы закупился. Но учтите, последний раз мы анализ BMW, CFD, акции BMW делали, ну, очень давно. Я не советую основываться на какие-то данные еще при царе горохе, использовать их как анализ и говорить, что вот я смотрел компанию BMW год назад, у нее отчет хорошее. Так, посмотрите, гейм-чейнеры, да, пришли на рынок. Например, Tesla выпустила новую модель после этого. Поэтому надо еще раз смотреть, что там происходит. И только потом заходите. А по технике я лопаю, коррекции подождите. Итак, Ауэс пишет. Знаете, хороший сайт на фундаментал про все страны. Трейдинг экономикс ком. Сейчас я открою. Спасибо, Ауэс. Посмотрим. Я по дизайну даже пойму, я его смотрел или не смотрел. Нет, я его не знаю. Я его не знаю. Хороший, видимо, сайт, да, такой простенький. Можно разные страны, корреляции смотреть. Может, даже я на курсе его показывал в Риге. Нет, это другой был. Это же не корреляция, это другой был. Да. Спасибо, Ауэс. Я его даже вот добавлю сюда в список. Нет, добавить закладку. Добавил его в закладку. Буду все время смотреть здесь. Ну, мне дизайн понравился. И вот эта таблица, матрица очень понравилась. Спасибо. Ауэс. И вернемся. Да, что еще сигнал? Значит, нефть. Да, нефть, нефть, нефть. Я зайду по нефти. Помимо парного трейдинга, я еще тут заметил паттерны. Давайте посмотрим, что происходит. Boeing, видите, на новых максимумах. Просто в космосе Boeing. Кто-кто, кто-кто, кто не заметил. Тут делать нечего. Daimler, так же, как и BMW, вырос. Ну, Snapchat, Tupit на месте. Тут ничего интересного. Microsoft вчера исторический максимум показал 75,50. Ну, сегодня, собственно, тоже 75,58. А исторический максимум почти 7 долларов. Почти коснулся Microsoft. Это очень-очень много. С 2013 года, за 4 года, Microsoft прибавил почти в 3 раза. Мне 29,75, ну, в 2,5 раза. Неплохо для стабильной компании такой рост. Apple после выхода iPhone X, ну, точнее, iPhone X, там, правильно, не вырос ни разу. В этот день были колебания, так и не смог покорить новые высоты. Вообще, я буду писать сейчас статью об этом, в одно большое исследование, про то, как отдельные модели трубок iPhone'а меняли движение акций. Знаете, всего 2 раза после выхода новой трубки акции Apple росли. Все 100 мира или стояли на месте, или падали. То есть, после рации всего 2 раза они росли. Идем дальше. Нефть, да. Вот этот уровень оказался достаточно серьезный. 50, 5 раза мы хотели пробить его, не смогли. Возможно, это двойная вершина. Кстати, если произойдет вот такое движение вниз, и по бренду более важно для нас, то спред будет сужаться. Но если по бренду такой картины нет, двойной вершины, и WTI начнет снижаться, то наш спред не будет уменьшаться. Вы понимаете, у нас на первом месте бренд, нужно, чтобы он падал, на втором WTI. И так что вполне вероятно, что именно такая картинка на WTI, если ее нет на бренде, немножко мешает. Окей. Собственно, в контексте парного трейдинга тут техника ни при чем. А без контекста парного трейдинга очень хорошая двойная вершина. Я бы заходил. Давайте стоп посмотрим, сколько. Мне прям очень нравится. Если, конечно, не рванет какой-нибудь новый там Харви, Ирма или еще что-то. 90 центов, прекрасно. 90 центов, доллар. Доллар с подарочком, с запасом. Можно поставить стоп-лосс доллар и ждать падения в район. Сколько здесь? 48 с чем-то. Доллар полтора. Конечно, не очень адекватное такое соотношение. Неправильное даже соотношение тейк-профита и стоп-лосса. Но вот можно где-то вот здесь чуть выше зайти. 48.70 можно даже подождать, если будет. И на 49.70, извиняюсь. И на 48 выйти. А это уже доллар 70. Уже неплохо. Окей. Ну, все. Да, вот вернулись на S&P. Все. По нефти я бы шортил WTI. Если у вас парный трейдинг и вы вовремя разошли, то наоборот шортим бренд, покупаем WTI. Ну, то есть, грубо говоря, туда или сюда, по-разному, не важно. Главное, чтобы спред обратно сошелся. Фундамент по евро. Давайте мы это оставим на завтра. Завтра будут ставки, фундамент. Пока никакого фундамента. Регион растет. Действительно, все страны показывают хороший рост инфляции, ВВП и всего. И вот ждем, когда Марио Драги наконец решится пойти на повышение ставки. Все. Всем спасибо. Уже 21.47. Нет, там не спред WTI, там спред бренд и WTI. Жду вас завтра. Смотрите календарь, будет лайв. Вот хороший смайлик послала Виктория Медвежонок. Панду, Мишку Панду. Наверное, на понижение играет. Ждите завтра прямого эфира. Сделаем эксперимент. Если вам понравится, если этот формат будет таким живым, интересным, то мы будем продолжать. И на каждом важном. Nonfarm. Марио Драги. Везде будем делать прямые эфиры. И я, человек, у которого там и Bloomberg есть, и там все рынки открыты. И он волей и волей хочет или нет, всегда на рынке. Андрей, на e-mail вам вышлют. Или вы подпишитесь на канал YouTube у Admiral Markets. Подпишитесь. Тогда вы будете все видеть. Потому что это на YouTube будет в любом случае. Да, вот. YouTube подписан. Отлично. Все. Всем спасибо. Удачи на рынках. Ставьте стоп-лоссы, тейк-профиты. Желаю вам быть в плюсе, как Григорий. Я, кстати, свой счет не показывал давно. И я его сейчас покажу. Я его сейчас покажу, чтобы вы... Да, я люблю его показывать все время. И на этом счету сейчас небольшая просадка. Там 3-4. Это даже не просадка. Это просто фруктуации внутри возможного коридора. Секунду. Секунду. Владимир, стимул. Я упустил цепочку. Что стимул? Видимо, что-то писали. А, вот вижу стимул. А, счет. Окей. Итак, вот он. 144.600. На месте. На месте. Все подпортило. Tesla, Nvidia и так далее. Но, в общем-то, ничего страшного. Рынок немножко пар выпустил. И пшеница стоит на месте. Так что все очень даже неплохо. Стоим на месте. При малейшем движении в нужную сторону мы все заберем. Все. Спасибо. Всех жду завтра. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...